Я благодарю директора за брифинг. Мальта глубоко обеспокоена из ситуации в Нагорно-Карабахском регионе. И ситуация гуманитарная, которая там сложилась, усугубляется блокадой Лачинского коридора. Сожалеем, что граждане региона по-прежнему не имеют доступа к первым необходимым товарам, продовольствиям, медикаментам, топливу. Подрываются также и действия медицинских и образовательных учреждений. Мальта призывает незамедлительно положить конец блокаде. Последствия ситуации для местного населения и для гуманитарного доступа к региону очень серьезны. Идет время, ситуация не улучшается, не восстанавливается. Беспрепятственный гуманитарный доступ нужно обеспечить. Призываем азербайджанские власти восстановить свободный доступ к Нагорно-Карабахскому региону. Поддерживаться дальнейших нарушений трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года МГП и решений международного суда. Также принимаем к сведению то, что азербайджанские власти также выразили готовность обеспечивать необходимые условия для улучшения жизни в этом субрегионе. Эскалация ситуации в регионе подчеркивает важность того, чтобы все стороны сделали все возможное, чтобы не допустить гибели дальнейших людей и улучшить ситуацию. У всех должен быть доступ к необходимым товарам. В особенности это касается уязвимых групп детей, женщин, лиц с инвалидностью, пожилых. Их нужно эффективно защищать в приоритетном порядке. Женщины и девушки, которые являются внутренне перемещенными лицами или живут в условиях беженцев, часто сталкиваются с различными формами дискриминации. У них нет доступа к образованию, здравоохранению, жилью, образованию. Они неадекватно защищены от гендерного насилия. Амальта убеждена, что гуманитарная помощь не должна быть политизирована ни одной из сторон. Мы по-прежнему поддерживаем работу МККК в регионе, поддерживаем и местные организации женщин, которые обеспечивают услуги и помогают жертвам бытового насилия, обеспечивают психологическую поддержку, доступ к санитарии и гигиене. Мальта вновь считает, что важно подчеркнуть восстановление и проведение активного диалога между Арменией и Азербайджаном в интересах восстановления прочного мира и стабильности в регионе Южного Кавказа. Мы призываем все стороны гарантировать безопасность граждан региона, армянские женщины во всем своем разнообразии и по-прежнему находятся в маргинализованных условиях. Только инклюзивный диалог и дипломатия могут обеспечить мирную регулированность ситуации и дать такие результаты, которые бы были полезны для народа Южного Кавказа. В этой связи Мальта поощряет и призывает возобновить активные переговоры между сторонами в интересах решения конфликта. Вновь заявляем, что мы поддерживаем решение Нагорно-Карабахского конфликта на основе дипломатии и переговоров. Готовы делать все, чтобы помочь им. Продолжение работы ЕС в этом направлении для разрешения мирным путем между странами мы всячески поддерживаем. Нет иного надежного пути вперед. Нужно продолжать работать вместе с сообща, преодолевать проблемы, разногласия и обеспечивать мир и безопасность для граждан региона. В заключении Мальта за неизменительное снятие блокады Лачинского коридора, за восстановление свободы передвижения людей и товаров в Нагорно-Карабахском регионе в обе стороны мы впредь поддерживаем усилия, направленные на прочный мир, безопасность и процветание на Южном Кавказе. Спасибо. Я благодарю представительницу Мальты за выступление. Теперь слово... Продолжение следует...